Госдума наконец-то приняла закон о бесплатной любительской рыбалке. Председатель комитета по природным ресурсам заявил, рыбалка должна стать поистине свободной и бесплатной. Вот тебе бабушка Юрьев день. И снова здравствуйте. А вам не кажется, что мы слишком рано начали радоваться этому факту? Ведь ежели Госдума захотела, чтобы мы за что-то платили, то, мне так кажется, рано или поздно мы за это все равно платить будем. Не мытьем, так катанием. Все равно будем. И тому подтверждение. Это ряд законов, которые мы как-то в этом году тактично пропустили, а не прошли мимо ушей. Это снижение норм вылова того или иного вида рыбы, ужесточение наказания за превышение вылова того или иного вида рыбы вплоть до уголовной ответственности. Это законы типа того, как у нас в Азово-Черноморском бассейне запрет на ловлю щуки с 15 января по 1 марта. Это несмотря на то, что есть еще такое понятие, как нерестовый период. Но это еще отдельно. И если бы этот закон был призван к тому, чтобы сохранить рыбные ресурсы, то он бы, наверное, как-то был дифференцирован в зависимости от конкретного региона. Потому что если в Азовских лейманах уже, к примеру, к концу февраля щука, допустим, нерестилась, то в Воронежской области весь февраль это фактически глухозимье. Толстый лед, практически никто не ловит эту щуку, и как только заканчивается действие этого запрета, у нас тает лед, реки вскрываются, и эту нерестовую щуку начинают вылавливать всеми возможными способами. То есть сам по себе получается этот закон глупый. Я уже говорил об этом в прошлом году, в прошлых видео своих. Точно так же, как и запрет на ловлю судака с 15 марта по 30 апреля. С учетом того, что с 20 апреля у нас начинается нерестовый период. То есть, опять же, закон на законе сидит и законом погоняет. Многие из вас, конечно, скажут сейчас, что «Да кто там меня на моем маленьком озерце будет контролировать? Лучше пускай браконьеров ловят». Вот давайте мы в этом месте поставим небольшую реперную точечку, и к ней мы вернемся. А сейчас продолжим. С браконьерством, ребята, у нас в стране бороться сложно, дорого и опасно. А с учетом того, что браконьерство подкармливает довольно большой пласт чиновников, еще и малоэффективно. То есть тут, как знаете, лозунг «Пчелы против мед». Ведь, как сказал Маяковский, если звезды зажигаются, значит это кому-нибудь нужно. А по всему борьба с браконьерством у нас в основном перешла в рекламные акции такие. То есть в показательные акции для телевидения, журналистов и для отчета перед начальством. И даже в тех регионах, где все-таки борьба с браконьерством присутствует, ну на более-менее нормальном уровне, и то придите к начальнику роднодзора и спросите, что вам не хватает. И он скажет, людских ресурсов, техники, горюче-смазочных материалов, ну и там, так далее. А вот теперь давайте вернемся к той точечке, на которой мы останавливались. Так вот, ребят, как показал опыт рыбалок в этом году, даже на самом богом забытом озерке может запросто приехать целая бригада проверяющих, где будут и личный состав, и техник, и горюче-смазочные материалы. И они проверят вас по полной программе, сколько вы рыбы и какой поймали. У нас в Воронежской области прошлую зиму постоянно проходили рейды по выходным, в основном, конечно, по выявлению, кто сколько чего поймал. Именно не по борьбе с незаконными оружиями лова, а именно по контролю за обычными рыбаками, то есть нами. И в итоге, ребят, судя по тому, с какой скоростью принимаются подобные законы, все идет к тому, что уже лет через пять наша свободная и бесплатная рыбалка будет разрешена нам в течение одной недели в году, исключительно с берега, на одну удочку, с нормой вылова, 200 грамм рыбы на человека в день. Как-то так. Вы, кстати, не замечали, что когда рядом с каким-то микрорайоном появляется платная парковка, а местные жители по старинке продолжают оставлять машины около подъездов, то через какое-то время неожиданно у этих машин начинают отваливаться зеркала, прокалываться шины, машины начинают случайно гореть. И в итоге платная парковка постепенно заполняется. Так же и здесь. В принципе, все идет к тому, что альтернативы у нас не будет. Но если, приезжая на платный водоем, мы хотя бы знаем, что там нет браконьеров, там нет сетей, там нет электроудочек, там убраны и берега, там есть рыба и создана инфраструктура, то почему наше государство, принимая очередной бредовый закон про рыбалку, не пытается хотя бы что-то сделать в том же направлении. Я бы, может быть, и заплатил бы за лицензию. Но, может быть, все-таки государство сначала создает какие-то условия для того, чтобы мы понимали, за что мы платим. И возможности у государства для этого есть. Как сказал наш любимый премьер-министр, Деньги есть. Вот как-то так. А за сим, пока-пока, подписывайтесь на канал, Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Пока.